МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Такая жизнь». Соседские войны на кладбище перестали быть редким явлением. Мы привыкли к ссорам между живыми людьми. То они не могут поделить общий забор, то клочок земли. Но оказывается, от подобных скандалов никто не застрахован и после смерти. В программу «Такая жизнь» за помощью обратились жители Ленинградского района. Они рассказали, что вместо могилы их брата появилось новое захоронение постороннего человека. Денис Сопов о борьбе живых за место для мертвых. Вот могила моей родной мамы, Зиньковой Анны Захаровны. Фамилия Зиньковых на памятниках этого сельского кладбища встречается часто. В хуторе Ромашки большая семья живет давно. Могилы родственников все знают четко. На маленьком погосте посреди хлебного поля запутаться сложно. Но совсем недавно на кладбище вдруг случилась перестановка захоронений. Первый заметил мой сын. Он приехал сюда, к отцу, на могилку, на эту, приехал сюда. Приезжает домой и говорит, мама, ты посмотри, что там нам сделали. Папе в голову вбили кол. Вот эту оградку поставили. Я говорю, да ты что, сынок? Мы с дочерью приезжаем сюда. Мы как глянули на это все дело. Мы были в ужасе. Осмотревшись, Зиньковы поняли. На месте старых могил появилось свежее. С крестом, оградкой, лавочкой и столом. А два захоронения, участника войны Анатолия Левита и сына Дины Максаковой, умершего в младенчестве, исчезли. Как это так? Захоронили на моего мальчика. Ну, я малограмотная. Кому я буду жаловаться? Теперь Надежда встала во главе семейного штаба по возвращению могилы двоюродного брата и ветерана войны. И поисковые отряды по всей земле роют, находят останки воинам, участников войны. Они рады, что нашли и сообщают родственников. А здесь, говорю, моя дорогая, лежит участник Великой Отечественной войны. А ты забила на века лавочку и столик и будешь есть на чужом прахе. Это по-человечески. Надежда Андреевна собрала на кладбище хуторян свидетелей. Люди клянутся, могилы были именно здесь. Младенца Вову помнят плохо. Он умер больше 30 лет назад. А вот ветврача Левита знали на хуторе все. Звали его по-простому Самойлычем. Жена его умерла раньше, детей не было. Так что хранили Левита всем миром. Я работала с ним. И ховали они его. И ховала я его. Мы всей фермой собирались, ховали его тут. Вот тут, вот. Он безотказный человек был. И на дом вызовем, что там дома. То поросенок, то теленок заболеет. Приходили и убирали. Не отказывали ему. Не бросали его. Выяснить, кто покусился на чужое место, оказалось легко. На деревне не спрятаться. Здесь свою мать похоронила местная предпринимательница Тамара Малышенко. Еще до нашего приезда обидчицу приводили на своеобразную очную ставку на кладбище. Просили по-хорошему передвинуть богатую ограду. Но разговор не заладился. Это Малышкина так выходит из своего крутого захоронения. И говорит мне, показывает на могилу моей матери, говорит. А ты, говорит, посмотри на свой позор и нищету. Какая у твоей мамы могила, а какая у меня. Я свою маму люблю. А у тебя, посмотри, что. Я говорю, знаешь что, моя дорогая? Нищета, пол-России бедной, не порог. Ты нанесла оскорбление всему нашему роду. После такого о мирном решении спора нет и речи. Семья Надежды Андреевны настроена решительно. Теперь они требуют перезахоронения и уголовной статьи за вандализм. Это принципиально. Здесь пол хутора Зиньковых. Вы представьте, пол хутора. И наша правда, и мы не можем доказать. Да этому не бывать. Мы не того рода, чтобы так вот позволяли об себя вытирать ноги. Она сказала, я на вас всех положила. В ответ Тамара Малышенко заявляет, ее мать лежит на свободном месте. Никаких надгробий и даже холмиков там не было. Было заброшено все. Трава была по пояс. Место было ровное. С ритуальных услуг копали могилу. Если бы там что-то было, они бы сказали, что есть захоронить. Неужели мы все кладбище будем перекапывать и искать кости, где нам можно похоронить, чтобы не задеть ни кости, ни гробнички. Тамара Павловна похоронила мать больше года назад. Тогда никаких проблем с соседями не возникло. Так что не понимает, почему шумно по гости стали поднимать теперь. Когда мать умерла, мы спрашивали вот соседку. Это родственница Зинькова. Да, это все родня. Мы у нее спросили, там есть место между вашей матерью и там еще заброшенная могилка какая-то. Если мы маму там захороним, ты будешь против? Она говорит, нет, не против, там есть место хоронить. Она сейчас отказывается, конечно, что я не говорила. Но при этом она тут же и говорит, да сестры меня съедят, если я скажу, что я согласилась. Малышенко предупредила, соседка против родни слова не скажет. Важная свидетельница и правда, дверь не открыла и телефон не взяла. В местной администрации нам подтвердили, перед похоронами Малышенко получила разрешение. Я так пригласила в этот момент и тех, кто давно живет в Ромашках, кто знает кладбище, это старожилы. Они заявляют, что никаких могил там не было. По крайней мере, вот те, кто с начала 80-х годов проживает, этих могил там не видел. Теперь вся семья Зиньковых пишет заявление в полицию и прокуратуру. Но пока следственные органы найти состав преступления не могут. Нет никаких документов, подтверждающих, что старые могилы действительно были. На сельском кладбище учет стали вести только с 2010 года. До этого хоронили, где удобно. Пока в Ленинградском районе скандал только набирает обороты, Дмитрий Фомич Киешко полит сорняки вокруг новенького памятника своего деда в станице Новомышастовской. Казака Степана Максимовича похоронили здесь 50 лет назад. А в 2011-м его могила исчезла. На ее месте появился чужой крест. Я потерял дар речи. На месте захоронения дедушки могила не оказалась. Два года назад мы вместе с Дмитрием Фомичом выяснили, что похоронить здесь чужого человека разрешила смотрительница кладбища Валентина Якимова. Об этом в суде рассказали капачи. Мы пришли к Якимовой. Она отвела нас к месту захоронения. Ну и показала, где нам нужно вырыть могилу. На том месте был металлический памятник Киешко. Она нам сказала, чтобы мы его убрали, а на его месте выкопали яму для новой могилы. Объяснять, как можно было не заметить металлический памятник и оградку, Якимова отказалась. Родственники, похороненные на чужом месте женщины, игнорировали претензии Дмитрия Фомича. Им казалось, дедушка вот-вот смирится с потерей. Сестра прямо сказала, что вы не хрест, вы не православный, оставьте нам все, чтобы я отказался от того, что вот это захоронение дедушки, которое они раскопали, осталось им. Высокие заборы пришлось пробивать жалобами в администрации разных уровней и заявлениями в суды. Борьбу пенсионер вел по всем фронтам. Без потерь не обошлось. Я лечился несколько раз в госпитале, лежал для того, чтобы восстановить здоровье, свою нервную систему. Здоровьем я поплатил со стороны, но я продолжал борьбу. В итоге, спустя три года хождения по кабинетам чиновников, сбора документов и судебных заседаний, Дмитрий Фомич добился своего. Тело незнакомой женщины перезахоронили в другом месте. А Киешко получил 40 тысяч и на них заказал деду новый памятник. Люди поняли, что я боролся за справедливость. Но без ущерба для них я не настаивал на то, чтобы их за решетку посадили. Я настаивал только на то, чтобы сделали по закону, вернули мое захоронение. В федеральном законе о похоронном деле сказано, что хоронить на месте старых могил можно, если им больше 25 лет и за ними никто не следит. Но родственников должны найти и предупредить о возможном сносе захоронения. Ни в Красноармейском, ни в Ленинградском районе на такие нормы внимания не обратили. Так что Зиньковы продолжают писать новые заявления в полицию и надеются, что память об их родственнике не останется в чужом могиле. Денис Сопов, Николай Сизоненко и Игорь Толматов. Такая жизнь. Это была «Такая жизнь» от Дениса Сопова. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. Также мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова